И песня дивная лилась, да то был вальс, старинный, томный, да то был дивный вальс. Песень любви так по праву называют романс. Имя автора известного произведения «Я помню вальса Звук прелестный». Долгое время не было известно, а ведь это единственное музыкально-поэтическое сочинение Николая Афанасьевича Листова. Романсы, любительские спектакли, комедийные зарисовки, шутки, выдавили жанровый репертуар загородных театров. Актеры, дачники собирались на летних сценах и играли. Не угодно ли вам будет приготовить подарочек? Тысячи две ассигнациями, а? Театральные постановки переносят зрители в век девятнадцатый. Именно тогда происходит рассвет дачных театров. Они появлялись в каждом пристанционном поселке. И это интересный факт, считает автор книги Светлана Лапшина. Материал для издания собирала по крупицам почти три года. Ей помогали коллеги по цеху, актеры Одинцовского народного театра. Главная работа – это, конечно, с жителями этих поселков. Я сейчас всех имен не перечислю, но это действительно люди, скажем так, хранители нашей истории. Это Баковский клуб, немчиновские жители. Передать атмосферу театральной богемы девятнадцатого века удалось не только с помощью артистов в Креналинах. В распоряжении гостей была фотостудия тех времен. Аппарат 1899 года выпуска. Мадемуазель, сейчас мы будем фотографироваться. Смотрите вот сюда. Он так может почувствовать себя в фотостудии. Снимаю. Снято. Остановить мгновение минимум на пять секунд, и на память у гостей вечера останется не только книга, но и фотокарточка. Важно, чтобы эту книгу увидело молодое поколение. Те, кто станут активными гражданами нашего Одинцовского городского округа. И на примере своих предшественников у них есть хорошая возможность продолжать историю и краеведения, и ярких культурных традиций на нашей Одинцовской земле. 300 экземпляров, тираж книги. В течение месяца она поступит в библиотеки города. А автор Светлана Лапшина признается, в работе появились уже новые интересные факты о театрах. А это может значить только одно. В скором времени появится и пятое издание. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.